Творцы приветствуют, Меркул, успехи на экране. И вот тут у меня тетрадка, сценарий для роликов и прочие такие моменты, которые я пишу обычно в погружении в медитацию. Там разные отрывки, и вот есть один сценарий для ролика. Сейчас я его прочитаю. Здесь можно было сделать, конечно, большой сказочный проект, но вот я сделаю как есть, потому что есть в нем смысл. У меня время отсутствует, и у меня на самый главный только проект остается. Поэтому это важно придать в плоть, в объекты, в общем, физически. Здесь есть смысл послушать. И вообще, я когда писал это, делал это осторожно для того, чтобы, ну, ты понимал, что ответственность за то, как ты это поймешь на тебе. Я лишь высказываю какую-то фантазию, там, что-то мнение. То есть, ну, конечно, мое, но оно вправе расходиться со твоим. То есть, я без агрессии, без агитации, без чего-либо. Просто вот такая сказка. Анонизм – это искусственно быстро отдавать всю свою энергию на сейчас себе. Энергию отдавать Земле, Луне. При ростущей она существенно сильнее насылает вожделение. Уснувшие, спящие в мороке женщины провоцируют мужчин на перегонки, требуя денег. И в мире создаются много денег, миллиарды денег создаются со словами «надо», «должен», «кредит», «ипотека», «зарплата». Энергия, которая выходит с Земли, может пройти весь чакровый столб. А она после третьей чакры любви уходит через макушку и в источник, получает сигнал. Цикл закончен. И так по кругу, как все живое дыхание природы. Хочется прям комментировать то, что здесь написано, есть соображения. Но я, наверное, буду воздерживаться все-таки по всему тексту. А здесь поясню, что, смотри, энергопотоки, они идут. И вот наше тело, оно синхронно с циклами приливов, отливов, лунных, календарей. Ну, у женщин особенно, да. Но у мужчин тоже. Ну, это просто жизнь так построена. И, ну, мы просто о них забыли. У нас просто искусственно создан календарь на 30 дней, который без вообще привязки к какой-либо, блядь, к лунне. Деньги, которые ценностей, они без привязки к какому-либо даже золоту, да, уже если так говорить. Их просто печатает Центробанк Америки сколько захочет. Без принадлежания государству. То есть, и вот так вот мы что-то живем. И в что-то верим. Еще что-то друг другу доказываем. Набивая брюхом, мясом, просто трупами убитых животных в скотских условиях выращенных, блядь. Ты представляешься. И еще запивая наркотикам жидким, которые просто убивают наше тело и что-то друг другу умничает. Ну, тут речь о том, что вот когда ты подрочил, ты просто энергию вот через нижнюю чакру всю слил, она даже и выше не поднялась. Ну, потому что у тебя и воля загожена всем этим. И эго разбаловано, вот это я хочу, оно все сразу надо ему получать. Капризный ребенок в теле большого человека. Ну, в принципе, все, что вот я, наверное, сейчас сказал, будет просто вот зарифмовано маленечко. Ну, как зарифмовано, словами здесь. Цикл закончен и так по кругу, как и все живое дыхание природы. Но это лишь малая часть того, что мы можем испытать от жизни. Этот мир разнообразен. И тут есть вещи, которые стоит только попробовать и избежать. Есть, которые в определенных случаях только можно. А есть, которые специальные, как атомное оружие, как безрассудные и абсурдные, как чипирование. Гаджеты увели нас. И живые люди от природы создатели. И мы погнали за зелеными фантиками. Цвета любви зелеными. Мой любимый цвет. После желтого. Любовь. Мы полюбим халяву. А ей оказалось гидра. И этот микрочип. Организм самопознающий. Был создан нами самими. Нашим квантовым компьютером. Создателем для нас. Мы сами без разбирательства захотели больше, чем просто считать. Мы захотели, чтобы за нас считали. Захотели, чтобы без частичными. Но зависть, прожив в отношении к соратнику, хотеть больше, хочу, хочу. И чтобы больше, больше, больше. Что видит капризный малыш в зеркале? Хочуху. Что мир дает? Мир дает много денег и без обеспеченной себе ценности. И человеков с недовольством. Заражение пошло в кровь. Мы сами его создали. Мы боги. Жить и радоваться в взаимодействии, используя технологии. Но жить по природе своей. А мы живем по страсти и невежеству в погоне с самодудовлетворением. Мы отделились от мира, от всех, от создателя. Да даже от себя самого. Примитивные нормы самоухода исчезли. И это назвали красивым словом «свобода». Эгеге, что воля. Хочу, то и делаю. У меня есть сила, деньги, грудь. Только все показное на показ в вожделанное, одинокими спящими душами. Но самообман это был. Да, мать-земля, проснись, вставай с колена. Это все ты и мы. Твои букашки, которые на тебе создались. И пока мы тут есть, так давайте себя истинных душ проявим. Поймем свои истинные интересы, для чего мы вообще сюда пришли. Хотеть на работу вовсе не обязательно. Ты туда ходишь, потому что по-другому не умеешь жить. Потому что не выживешь. А если ты включишь мозг разумный свой, то поймешь, что свет, что общий, скоро отключат, потому что ты проснулся. А тот, кто крепко спит, тот очень жестко тебе завидует. Он с пеной у рта будет доказывать тебе, почему у него тысяча причин оставаться в системе. Но он в системе, а ты человек живой. С душой, светящейся любовью, рожденной. Ты найдешь и в условиях системы для себя островок самореализации. Теперь с этого момента просто помнишь, что ты идешь в будущее, где все люди уважают друг друга, живут по совести и признают заблуждение. Легко прощают их. Творят мир с любовью и заботой. Матрица увела суетливый ум. Факт, что печать РФ стоит без учета гособразца, сразу открывает глаза. Как? Ты слышишь меня? Ты живой? Ты в обмороке? Или тебе реально конкретно пофигу, что ты родился в другой жизни? Ты перед воплощением собирался в благостные условия, но попал в иллюзию? Такая фигня, короче, когда ребенок ожидается, у него, типа, даже отца нет записанного. То есть, он, типа, принадлежит государству, прикинь. Ну, это как, типа, ребенок зачатый на корпоративе принадлежит фирме, прикинь. Только потом, типа, в ЗАГС ты идешь и там что-то вписываешься. И опять же, все это по правам вот этой вот конторы замкнутой, государством называющимся. Вот, а в праве того, что, ну, народный какой-то документ у тебя, к которому ты реально соответствуешь, их вообще просто нет. Просто захватчики такие иллюзии создают, что исполняют что-то. Я умолчу сейчас про технологию этого самообмана. Души перед рождением, ну, где-то умолчу. По факту скажу, многие страданули. Страдание полюбить трудно. Но все есть любовь. И в любом случае сила любви это больше, чем все остальное. Кто родился в окружении страданий, вам повезло. Больше всех, вы слышите? Больше всех. Потому что именно познав нищету и познаете цену щедрости. У вас такая силища в руках. Вам всего, кто сейчас следует, полюбить жизнь. Полюбить ее, прям как я это сделал, только по-своему. В плане, да. Если бы вот тот, кто сразу шаблонов набрался, как в баха банке остался, мог бы потом, пух, раскрыть свои глаза и задать себе вопрос, кто я, и вернуться к заводским настройкам. Но заводские настройки, они так далеко стоят, что их похоже, фиг собьешь. Но это возможно. Как тебе это на роду написано? Ты создатель воплоти, ты творец. Ты пришел сюда ради чистого удовольствия поиграть. Ты уже оценил условия игры, вжился в образ своего муровейчика. Яркие такие эмоции, чувство безобразия и бесправедливости. Сплошные подставы враги. Но стоп. Это все кино. Ты экран, на котором это все происходит. Продолжай все делать так же и просто наблюдай. Наблюдай за собой. Хвали себя, что стал видеть места, где лучше без вовлечения ситуацию оставить. Где можно лучше, где больше по душе. Видеть пока что возможности. Без расстройства. Что на самом деле все хуже. Главное внутренний контроль, своего внимания направлять. Можно так бегать, я в панике, я в панике. И потом придется кому-то тебя успокаивать, вместо того, чтобы работать над своей проблемой. Понимаешь? Трудиться над проблемой и просто паниковать без совсем разной вещи. Все еще только начинается. Ты только открыл глаза. Ты это я. Я это ты. Поверь мне. Я был на твоем месте и с теплотом вспоминаю это время. Это самое прекрасное в моей памяти. Самое-самое проявление себя, прям суть, прям истина. Вот ты гадаешь все. Кто такой Бог? Зачем ты меня вообще создал? Но ты представляешь, как он создал себя из ничего. Из пустоты, из тишины бесконечной. Так и ты, он и есть. Твоя задача повторить его опыт. А это полюбить то, что есть. Запиши себе, я люблю все, что у меня есть. Можешь уже начинать по этому поводу радоваться и проживать по-настоящему. Совсем. Я и есть присутствие, эти волшебные чувства, что ты имеешь волю изменить ход событий, своих событий, событий своего муравья, аватара. Ты видишь их, и они повторяющиеся день ото дня, и ты сможешь поступать по-новому. Твой новый поступок будет заключаться, в отличие с своим главным образом, отношением к тебе самому, в твоей любой пиковой и деструктивной чувствованной ситуации, отношением к другим участникам и самой ситуации. Ты меняешь свои отношения. Ты играешь свое кино так, как будто они тоже играют из того нового фильма, который ты себе вознамерился воплотить из пространства вариантов. Ты играешь красиво. Ты испытываешь любовь ко всему, к себе, любимому в первую очередь, к создателю, к тебе муравью, как к созданию, к другим, как к участникам киноленты и самому процессу кино. Браво! Роль страдальца отыгранная. Теперь ее можно отыграть тысячу раз, чтобы стала родной. Это привычка. Видеть только уже... Видеть только... Она уже радует.